С 1 января увеличиваются зарплаты украинских военнослужащих. Соответствующий указ подписал министр обороны Степан Полторак. В частности, командир батальона вместо 14 будет получать до 23 тысяч гривен. Это чуть больше 800 долларов. Контрактники будут получать более 10 тысяч гривен. Это 357 долларов. Также обещают с нового года улучшить и социальные стандарты. Сегодня Степан Полторак вручил 92-й отдельной механизированной бригаде документы на 80 служебных квартир. На воселье в Харьковском гарнизоне побывали и наши корреспонденты. Кот Персик первым входит в новую квартиру. Его бойцы 92-й бригады подобрали в Авдеевке и приютили. Теперь он выполняет важную миссию. Бездомный. Солдатики взяли его, пригрели, отмыли, как говорится, накормили. И вот так вот он прижился у нас в бригаде. У нас бригадный кот Персик. Зашел, сразу пошел по комнатам, понюхал все, посмотрел все. Ну и все. Именные часы и оружие – это новогодние подарки от президента и Министерства обороны. Но главное – 80 служебных двух- и трехкомнатных квартир. Дождались. Сейчас на Востоке выполнять боевые задачи легче, когда семья защищена, находится здесь. Пять лет вместе. Постоянно съемное жилье. Теперь можем строить дальнейшие планы. Министр обороны Степан Полторак вручает командиру 92-й бригады не ордера, а сертификаты на два сданных в эксплуатацию дома. «Таким образом, мы в следующем году закроем вопросы, связанные с жильем всех военнослужащих 92-й бригады. И это будет первая бригада, полностью обеспеченная квартирами». Харьковские власти тоже не оставили военное подразделение без внимания. Подарили новую машину скорой помощи. Анастасия Харькова, Антона Вежас, Харьковская область, UATV. Субтитры создавал DimaTorzok